Всем привет! С вами Виктория! Я думаю, что каждая хозяйка неоднократно задавалась вопросом, что же мне еще приготовить из тыквы. И в этом видео я хочу поделиться с вами очень вкусным рецептом выпечки из тыквы шоколадной брауни. Для приготовления нам понадобится небольшой кусочек тыквы 250 грамм. У меня сорт тыквы мускатная, подойдет любой. Тыкву очищаю от кожуры и натираю на мелкой терке. Сразу хочу сказать, что для выпечки я предпочитаю именно свежую тыкву, натертую на терке, а не тыквенное пюре. Ну а вы ориентируйтесь на свой вкус. Тыкву пока отставляем и в миску выбиваем 2 яйца. К яйцам добавляем щепотку соли и 120 грамм сахара. Сахар в этом рецепте можно регулировать по вкусу, можно заменить на подсластитель или мед. Яйца с сахаром взбиваем обычным венчиком. Для приготовления этого десерта можно использовать венчик, а не миксер. Далее добавляем натертую тыкву и все хорошо тщательно перемешиваем. Друзья, а пока я перемешиваю, не забудьте подписаться на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. На моем канале много рецептов выпечки, десертов. Все ссылки я вам оставлю в описании под видео. Так же, как и точное количество ингредиентов для нашего шоколадного брауни. Далее добавляем 70 миллилитров растительного масла без запаха и еще раз перемешиваем. Вместо растительного масла можно растопить сливочное. Затем в 180 грамм муки добавляем полторы чайные ложки разрыхлителя. Еще раз перемешиваем и начинаем просеивать в ранее замешанную массу. Если вы пользуетесь содой, то погасите 1 чайную ложечку соды уксусом. Затем добавляем 35 грамм темного несладкого какао. Какао нужно обязательно просеивать, чтобы не получилось комочков. 35 грамм это примерно 3-4 столовые ложки. И все хорошо тщательно перемешиваем до однородности. Сначала масса должна получиться вот такая, немного густая. И затем в самом конце добавляем 100 миллилитров теплого молока. Почему молоко я добавляю в конце в этом рецепте? Для того, чтобы мы могли ориентироваться на консистенцию. В тесто с тыквой не нужно добавлять большое количество жидкости, чтобы оно у нас хорошо пропеклось. Далее подготавливаем форму. Размер моей формы 24 на 15 сантиметров. Смазываем ее растительным маслом и переливаем тесто. Духовку уже нужно разогреть на 180 градусов. Немного разравниваем и отправляем запекаться ориентировочно на 35-45 минут. И пока приготовим шоколадную глазурь. Для этого 100 грамм шоколада смешиваю с 3 столовыми ложками молока. И ставлю в микроволновую печь растопиться. Все хорошо перемешиваю. Для большего блеска можно добавить 1 столовую ложку сливочного масла. Шоколадный брауни у меня запекался 35 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. И сверху сразу еще горячий покрываем его шоколадной глазурью. Ну и давайте сразу отрежем кусочек и попробуем. Сразу хочу сказать, что получается очень-очень вкусно. Пирог получается такой очень воздушный. Тыква совсем не чувствуется. Не знаю, может быть вы расстроитесь, но тыква совсем не чувствуется. Обязательно берите себе этот рецепт на заметку. Все домашние обязательно оценят. И даже ребенок у меня поел с удовольствием. Хотя он не любит у нас выпечку ни с яблоками, ни с тыквой. Пробуйте и готовьте этот пирог обязательно. А я всем желаю приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Пишите мне ваши комментарии. Всего вам доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.